Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро, Ольга! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. 14 февраля – это не только День всех влюбленных, а это еще и Международный день книгодарения. Вы, как и вся Россия, ваша библиотека подключились к этому празднику и проводите акцию. Хотелось бы узнать, как эта акция называется, какова ее основная цель и идея? Какова идея? Библиотеки многие в плачевном состоянии. Мы хотим призвать всех неравнодушных, чтобы дарили книги. Желательно не старые. Конечно, можно последних трех лет издания. Мы написали письма всем заинтересованным организациям. Ну, всем. Не всем. Это и министры, и депутаты, и общественные деятели. Хотим пригласить всех просто. Можно не только в нашу республиканскую детскую библиотеку дарить книги, но и в ту библиотеку, которая находится рядом с вами, приносить и дарить книги, и дарить эту радость общения с печатным изданием детям. Насколько я знаю, в прошлом году в этой акции у нас в республике участвовало более 300 человек. В этом году есть какая-то примерная цифра, и вот как вообще эта акция будет проходить? Ну, в прошлом году мы провели большой праздник с участием студентов музыкального колледжа. Проводили они мастер-классы. Но в этом году мы не можем организовать такое массовое мероприятие. И поэтому мы просто приглашаем всех желающих приходить с подарками в нашу библиотеку. Кто будет иметь желание, мы запишем обращение к читателям, разместим в наших соцсетях. Ну, таким образом, без праздника, без массовых сборищ. Насколько я поняла, любой желающий человек может принести книги и подарить. Абсолютно любой, да. Не только организация, а любой человек. Да. И это должны быть книги последних лет. А если она немножко старая, но в хорошем состоянии? Ну, если это художественное произведение, конечно, мы будем только рады. Но энциклопедии сейчас очень быстро устаревают по своему содержанию. Поэтому мы предлагаем всех не старше, чем три года. А когда акция будет проводиться? В какие числа? С 8 февраля по 14. Ну что ж, удачного проведения этой акции. Да, удачного пополнения фондов библиотек. Да, да, да. И благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо. И заглянем в календарь необычных праздников. Сегодня день рождения резиновых калош. Как раз кстати, ведь впереди весенние полевые работы. И еще сегодня праздник хорошего настроения. Этот день нужно провести в приподнятом настроении, ведь хорошее настроение улучшает здоровье. Специалисты рекомендуют прогуляться на свежем воздухе, включить зажигательную музыку, побаловать себя любимым десертом. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Абазинская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шубы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ «Панорама. Первый этаж». Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета «ПГУ.РУ» 13 февраля в 12.00. Редактор субтитров А.Семкин